На красный свет дороги нет. Это несложная, казалось бы, истина, иногда не всем понятно. Многие водители позволяют себе нарушать правила дорожного движения. 90% аварий происходит по вине тех, кто за рулем. Многих не останавливают штрафы, какими бы они ни были. Лихачи продолжают нарушать, страдают обычные пешеходы. Неутешительную статистику сегодня привели на еженедельном совещании в Доме правительства. Наезды на пешеходов, проезд на красный цвет светофора и выезд на встречную полосу, причем во многих случаях в нетрезвом состоянии, это самые часто встречающиеся нарушения. За последние 7 месяцев произошло 586 дорожных происшествий, на 5% меньше, чем в прошлом году. К сожалению, погибли больше, чем в первой половине 20-го. 58 человек. Следят за безопасностью на дорогах комплексы, фото- и видеофиксации. Почти 60%, 121 из 206 не работают. Сломаны и не могут передавать данные о нарушениях, а значит, не имеют возможности пресечь аварийную ситуацию. Поставьте задачу по более системной работе, значит, по функционированию камер видеофиксации и очень четкой, слаженному действию с ГИБДД, с МВД Чувашской республики, с тем, чтобы у нас и работа была синхронизирована, ну и, соответственно, вот был достоверный и своевременный обмен информацией, чтобы вот эти вот у нас взаимные, скажем, взаимные передергывания, передергывания они не тратили пустое время. ДТП с участием автобусов тоже не редкость. В этом году зарегистрировано 30 случаев. На ежемесячном рейде проверили лицензию и техническое обеспечение автобусов. Два из 30 оказались неисправны. Каждое дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса вызывает большой общественный резонанс, особенно если в нем имеются пострадавшие люди. В текущем году силами этих организаций было совершено 72 выезды на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 25 человек были спасены. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и числа погибших, пострадавших у них людей на сегодня является первоочередной задачей. На совещании глава Чувашии просил проанализировать программы по безопасности на дорогах. Они должны быть едины и понятны, чтобы наладить работу и предотвратить многие нарушения. Ева Крутого, Регина Кубайкина, Игорь Зверев, Республика.